Они говорят, что просто судья был за вас. Тебе? Дом строить? У нас цель одна. На любом турнире это побеждать. Стоят. Вот имеется в виду. Они тоже поддерживают. А вот в Сочи призовые будут 300 тысяч. Вот на 300 тысяч какой-то свежи можно провести. А Марат говорит, что он будет строить, себе дом будет поднимать. Махач, ты нам понравился? Давай как нам в Сочи. Ну да, там пускай 300 дают хотя бы минимум. Во-первых, город рядом. Выход рядом. И вся инфраструктура находится именно там. Чем богаче ты, тем... Чем богаче я, тем богаче команда. Салам алейкум всем, друзья, вновь. Мы продолжаем снимать репортажи о подготовке команд к турниру в Сочи. Турниру, который проводят совместно Alfa World и футбольный клуб Сочи с 30 сентября по 5 октября. Я напоминаю, этот турнир пойдет. И сейчас, сегодня мы едем в гости команде Юлдуз из Баба-Юрта. Вот, собственно говоря, мы уже доехали до Баба-Юрта. Совсем скоро у нас уже остановка и встреча с руководителем команды Юлдуз, с Маратом Эсеновым. Сегодня будет очень интересно, как всегда весело, и надеюсь, мы очень вкусно покушаем у Марата в кафе. Кстати говоря, друзья, вот эта АЗС Люкс является главным одним из спонсоров команды Юлдуз из Баба-Юрта. Марат постоянно про это АЗС рассказывает везде. И мы вот сюда приехали в нашей машине. Надеюсь, нас сегодня они заправят тоже, полный бак бензина, газа, да, и мы как раз таки проверим на себе, какое у них топливо, поскольку оно качественное. Вот его кафе тоже снимаем, обрадуется на доставке, доставке. Марат, александр, 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 ты, как всегда, на доставке. Да, 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 работаю. Что и самое вкусное в твоем кафе Халау Баба-Юрт? Что мы будем сегодня кушать? Я думаю, ты сам оценишь, чуть попозже. Ага. Думаю, уже в конце, да, этого репортажа вы увидите, и я думаю, уже сам ответишь. Только увидим? Нет, уже сам ты ответишь на этот вопрос. Спонсор же АЗС Люкс? Да. И на качестве топлива тоже проверить. Обратно будет, как у нас будет, какая скорость будет развиваться. Вот, а потом на этот вопрос ответ, ну где увидим? Вот на нашем YouTube-канале обязательно люди будут комментировать, и я буду им говорить, чтобы они ставили лайки. Вообще проблем нету. Марат, у нас на сегодня какой настрой вообще у нас тренировка сегодня запланирована? Да, да, у нас у команды 5 часов тренировки на стадионе. Ну, здесь в обоюде. Да, здесь в обоюде. Да, здесь в обоюде. Все, мы в 5 часов видим, смотреть тренировку Юлдуза, общаться с игроками. Как ты говоришь, я готов. А к хайпу? К хайпу. К черному, грязному хайпу готов? Конечно, это все для команды хорошо. Вот тут, вот сейчас глядя в камеру, они очень много мне чего говорили про вас, я там сабур делал жесткий. Конечно, я тоже говорил, если мы обыграли бы нас вот так в полуфинале, так жестко, да? А финальте, да, имеется в виду, играй в меньшинстве, брат, без Абакарова и слава. Абакарова удалили? А он что там взял? Два подката и красные, да? Ну, прикидь, еще так проиграть, и, конечно, я бы... Я говорю, алтур, алтур. Они говорят, что его жестко засудили? Честно, вот ты в суде сколько занял 100 день? Они говорят, просто судья был за вас, да? Как будто кумык был, да? Честно сказать, судья ошибался. Ваше поле? Да. Честко судья ошибался. Но в то же самое время Абакарова уже удалил? Удалил, да. И... Ну, этот судья очень профессиональный судья, мне как-то сказали, что он судил и Кубок Европы. Значит, не я точно, я не занялся. Не ты же его ты назвал, судья. Ну, знаешь, в команде люди, которые... Политики. Политики? Это дело делается очень тихо, я не знаю, может кто-то занес. Кто способен на такое Абакарова? Алтуду. Это, видишь, ты нам сказал, уже сразу наш интерес появился, и уже ждем, да? Еще раз их порвать, да? Конечно, не. Порвать это будет сказано очень громко, да, следят с ним, и вот такой же матч, как на Кубке Юга показать. Знаменитую кофейню я тебя сейчас приглашаю, где все время, да, дислокация, да, команды Югус, где сборы проходят, да, перед выездами. По сбору в кофейне проходят, да? Перед выездами на матчи, да, и где мы подкрепляемся, да, кофе там. Остальное сам увидишь, да. Сейчас, айди мы с тобой еще подробно поговорим, Марат, обязательно. 30 сентября команда Югус выезжает на очередной турнир в Сочи по 5 октября. Когда этот турнир там пойдет, да, совместный турнир FFL World с футбольным клубом в Сочи. Вот об этом турнире. Для чего Югус туда едет? Какие цели команда ставит перед собой? И почему вы выбрали вот этот турнир, решили на нем сыграть? В первую очередь, да, локация, да, имеется в виду. И во вторую очередь, кто это проводит, да, мы уже знаем, да, как она будет проходить, да, и мы уже видели, мы уже бывали, да, в прошлом году, по-моему, да, в прошлом году уже был, этот FFL World организовывал FK. Мы там были, и мы увидели, да, ну, честь сказать, Бедия была самая сильная, да, уровень был на высоком, да, а в этом году еще, как я понял, и команда, есть очень много хороших команд. Марат, вот ты сказал о локации, да, локация Сочи, бархатные сезоны, что особенного, в чем преимущество именно этой локации над, допустим, той же самой Москвой, например, вот команда была на КП. Конечно, с Москвой это очень трудно для, да, руководителей, да, для команды, кто организовывает выезд для команды. Это очень сложно. Москва и Сочи, это вообще сравнивают. Лебо и земля. Потому что здесь гостиница, рядом поле, рядом питание. Сочи, правда. Вышел, поиграл, поотремировался, зашел, покушал, зашел в гостиницу. Номера уютные. Ну, уровень совсем другой. Там действительно все сделано для спортсменов, да. Я ни о чем не думаю. Ребята поели. Ребята где? Ребята приехали. О таком вообще думать даже не. В какой бюджет выходит поездка примерно в Сочи? Смотря каким транспортом команда добирается до Сочи, да. В среднем это 500 тысяч рублей? 500-600. Плюс-минус. Да. К чему я у тебя об этом спросил? На этом турнире источником будут призовые. 300 тысяч рублей, получит победитель. Вот этот фактор, он учитывался, когда команда планировала вот эту поездку на этот турнир? Нет. То есть это дополнительный бонус? Какие-то расходы покрывает же все-таки? Или же этот призовой фонд, да, в случае если ELGUS выиграет, он также будет распределяться между игрками в качестве премии? Это стимул для команды, да, это в любом случае мы не будем, да, врач, что там нам деньги не нужны, да, это кому не нужны деньги. И это большой интерес для команды, да, имеется, есть за что бороться, да, помимо кубка, да. Ты говоришь, кому не нужны ли? По-моему, вот как раз-таки оттуда деньги нужны. У них очень много этих денег было, Марат. Да? Да. Ну просто я был в шоке. Я думаю, тогда у них нету такого, да, имеется, настроя, да, такого, как у нас было. Чтобы бороться за первое место и за эти же деньги, да. А деньги, нет, для команды, у нас есть, да, сегодня спонсоры, которые могут обеспечить поездку команды. И сейчас все необходимы, а деньги нужны мне. Тебе? Дом строишь? Да, да, да. Расширяться, поэтому деньги нужны будет мне. У меня настрой сумасшедший, а вот тут, вот, все команды. У меня очень, да, да. Я буду бывать не витать. Ну, он очень сильно усилился за счет игроков Хаса, да. Ну, почти все звезды Хаса перешли в Елдузи. Это Таймас Ханов и Нургамзаев. Вот теперь, причем есть еще и свои звезды, да, местные Елдузи. Это и Абакаровы и так далее. Вот этими всеми парнями, крутыми, управлять тебе сложно они будут. И на этом турнире, и вообще по сезону. Они давно уже были в Елдузи, да, имеется, только вот именно в ЛФЛ мы не играли вместе. А так они были в команде, они видели команду, они знают команду и почему они перешли в эту команду. У них были и достойные предложения, да, но они приняли наш коллектив, да, видя изнутри. Они видели кухню, да, как она строится, да, какие здесь отношения, да, и какие ценности в этой команде. С ними никаких проблем не будет. Почему Елдузи не зазывает именно тренера, сильного стратега, тактика? Он не нужен команде? Нужен, конечно, нужен. Почему тогда его нет? Мы бы хотели бы, я думаю, но у нас есть ряд причин, которые... Во-первых, это команда с Баба-Юрта, да. Тренерочный процесс, это будет очень сложно. Тренер захочет, чтобы, если мы будем требовать одного результата, он ставит там условия, да. Конечно, да, определенное количество тренировок, товаров. Второй момент, я держу баланс между игроками местными и легионерами, да, я держу баланс. Если Елдузи едет в Сочи, выходит в финал и проигрывает в финале, это провал? Это будет очень обидно, 300 тысяч рублей ушли. А если еще проиграть в финале оттуда, прикинь? Как они? Это будет очень обидно. Вдвойне обидно. Больше проиграть, я думаю, в полуфинале. Чем знать вот 300 тысяч рублей. Вот они здесь, я уже знаю, да, где мангал стоят, да, где... Футбола, знаешь, если я буду развиваться, и будет футбол уже развиваться. Чем богаче ты, тем... Чем богаче я, тем богаче команда. Честно, ты ничего не зарабатываешь вообще на обузе? На футболе? На команде, да. На футболе я только зарабатываю эмоции хорошие. Это знакомство и это приятные слова свой адрес. А желание как-то зарабатывать на этой теме нет, Марко? У меня нету. Ну, если вдруг появится такая возможность, да? Только продавай игроков. Продавай игроков другие команды, а не на органы. Не подумай. Если бы это было первым, то кого продала Марко на органы? Органы сейчас забудем, органы пришли. Органы пришли, под органы не пришли. Биллузей есть? Биллузей. Хоть ты выиграл, хоть ты проиграл. Мало ребятам. Получается за приход, за игру? За зарплата. Да? За одну игру? Да, да. А если ты побеждаешь? Такого нету. Плюс нету. Проиграл или выиграл, разницы нету. Ты оставил свою работу, ты оставил свои дела, ты приехал для команды. Все. Почему за победу Марата не поработал? Это же стимул, нет? Человек приехал, ты ему говоришь, за игру мы тебе вернем 5000. Но если мы победим, почему вот такая тактика не убрана? Я в этом вижу чуть-чуть неправильно, да, имеется в виду. И дальше я не буду говорить, да, ему ты выиграй, сейчас ты столько дам. Если я захочу, я ему сделаю, да, имеется в виду, да. Но чтобы он еще головы держал за победу. Но я думаю, человек, который уже пришел играть в футбол, у него уже, да, в голове есть, да, что он хочет выиграть. Я не думаю, что это... И как мы в одно время, да, узнавали, я не знаю сейчас как, нам объясняют, что это и по исламу неправильно. У нас есть договор, да, который я делаю с ребятами. И я придерживаюсь этого договора. У нас деньги не во главе всего стоят. На первом плане? Нет, нет. Ну, они есть. Конечно. Вы понимаете, что всем этим людям надоест это все? Нет. Юлдус... Один, да, на тебе позвоночник, адмират, надоел вас все одного, это оставлю наспокой. На своих делах других по городу. Не интересно станет им Юлдусом? Ну, команда Юлдус, как-то не закреплена за одним человеком, да, это команда Юлдуса этого района, имеется в виду в 1970. Народное достояние, да? С 73-го или 78-го я сейчас не могу ошибиться. Это заяц команду играли, сколько поколений, и более различного, сколько поколений, да. Вот, поколения стоят. Вот, имеется в виду Юлдусовский. Они тоже поддерживают? Да, Юлдус, да? Юлдус только вперед. Зеленый, имеется в виду. Юлдуса, да, имеется в виду. Ксоу, да, Бабаев, он легенда. Эта команда живет, да, Бабаев живет, да, этой командой. А вот, Марат, еще хотел сказать, почему у него такое название? Почему именно звезда? Почему именно Юлдус? Звезда же, да, ярче светится, да, высоко. Я думаю, только из-за этого, ну... Ну, тебе нравится это название? Конечно, звезда. Мы ярче, да, имеется, светимся. Вот, в данный момент мы оправдываем свое название, нет? Конечно. Потому что, чтобы, да, ты знал, я не хвастаюсь, где будет любой, да, в межрегионе, что проводится, нам звонят. Нам звонят, нас приглашают, и нам, я узнавал, может, это, нам предлагают особые условия. Мы хотим, чтобы Юлдус участвовал. То есть, всем интересно, чтобы Юлдус участвовал на этом? Да, мы, я думаю, мы делаем имя для себя. Приехали на стадион, который также называют Юлдус. Я не удивлюсь, здесь скоро Бабуир тоже переименует Юлдус. И сегодня сейчас здесь состоится тренировка команды Юлдус. Посмотрим за ними, понаблюдаем, поговорим обязательно с игроками, со спонсором этой команды, тоже с главой села. Пабуир тут вот так вот в Агистане, спонсирует команды и все главы районов. Команда готовится к серьезному очень выезду в Сочи, к турниру, да, который будет проводить Alpha World совместно с футбольным клубом Сочи. А вы готовите команду? В целом, как вы готовы? Как вы оцениваете шансы команды вашей родной и любимой на вот этом турнире? У нас цель одна на любом турнире – это побеждать. Брать первое место. Главное, делаем причину, а победа от сущного придет нам еще власть. А вы вот на эти все турниры, да, ввиду вашей занятой, если у вас получается, вы выезжаете из команды? Когда есть возможность, я стараюсь выезжать. Естественно, у меня есть в Сочи, да. У меня есть свой, как бы, отпуск, который я не использую, да, и вот стараюсь… Не используете специально для того, чтобы ездить на турниры? Да, 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 и ездим на турниры. Вот берем отпуск, все как положено. Насколько сложно продвигать этот проект под названием «Юлдус», поддерживать его? Какую работу ведете вы? Я понимаю, вот Марат нам рассказал, вы так же, да, разговариваете с иными людьми, бизнесменами, да? Одному тянуть очень тяжело эту команду, и любую команду, как бы ни было, бывает тяжело одному тянуть. На энтузиазме не выехать на сегодняшний день. К сожалению, это так, да. Нужно делать какие-то вложения, да. Выезжаем и работаем с бизнесменами. И охотно, я, честно сказать, благодарен и бизнесменам, и всем, кто помогает нам, да, ребятам, вот. Есть организации, руководители, которые идут охотно навстречу. Ну, не знаю, с чем это связано, но… А как вы думаете, почему они охотно? Для чего им это надо? Для чего вам это надо? Для меня лично, я сам, бывший тоже игрок футбол, «Юлдуза» футбол. И тоже, мы когда в школе учились, мы играли в чемпионат Дагестана, среди сельских команд. Я люблю футбол, я сам играл и переживаю, болею. И когда наша родная команда существует, да, уже давно «Юлдуз» существует у нас, и когда представляется возможность опять вернуться, как бы, в детство, да, ну, такой шанс нельзя упускать. Столько у нас детей здесь, и все вовлечены сейчас «Юлдуз», «Юлдуз», все радуются, проходят с нашими игроками, фотографируются, молодежь растет, и поколение выросло на этом. Действительно, вот эти молодые парнишки мечтают играть «Юлдуз» или «Марат» немного приукрасил? Нет, 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 они мечтают. Они представляют… То есть, не в Барселоне, не в Риале, а «Юлдуз»? Нет, «Юлдуз» здесь. У нас даже есть, которые… дети тренируются у нас, вот у тренеров, да, родители тоже спонсируют, тоже помогают, они прям заинтересованы. И главное, да, сейчас, что вот, бум пошел у нас, и за то, что выиграли там, участвуют там… у детей, у детей глаза горят. Темное время суток, где тренировку уже не провести, нет освещения, да? Вот эта проблема, она как-то что-то делает? Ну, это проблема, вот мы разговаривали, администрация района обещала, что проведет и установит демонтаж освещения полностью. А вот в Сочи призовые будут 300 тысяч, да? Вот на 300 тысяч какой-никакой свежи можно провести? А Марат говорит, он что-то будет строить, там себе дом будет поднимать за это. Почему вот эти призовые, они уходят к Марату Эсенову? Я вот это не могу понять. Давай мы вот скажем так, для начала это не будем делить шкуру убитого медведя. Да, да, еще не убитого. Да, еще не убитого. Если так суждено, выиграем, естественно, Марат шутит. На строительство его дома не пойдет. Наверное, на строительство моего дома пойдет. По турниру, Амир Хамаган, об организационной составляющей, вы бывали уже в Сочи? Да, 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 мы же ездили, да. А вот об этом всем, насколько удобно команде находиться именно там, именно в этой локации? Ну, там локация, почему именно там удобно? Я хочу сказать, очень удобно. Во-первых, город, ну, рядом, выход рядом, и вся инфраструктура и находится именно там. Внутри. Это очень удобно. Имеется в виду столовая, ну, я сейчас говорю об общем команде, да, чтобы как они должны готовиться. Поля рядом, все рядом, столовая рядом, гостиница рядом, парк там рядом. При условии дальнейшего увеличения этих призовых, к примеру, с 300 до 50, а то и до миллиона, да, есть ли такая вероятность, что за счет этого эти турниры по своему престижу сместят уже КФЛ, Россию и так далее? Или же все-таки призовые, пусть даже и большие, это не самый главный фактор, участие в команде в этих турнирах? Ну, давайте будем часы, наверное, если вот, если мы ездим на турниры, команда «Юлдус», да, вот ездим, где нет призовых, это, я сейчас вернусь к призовым, мы для чего вообще все это, проект, вот это все делаем? Вот у нас, если клопнуть глубже, вот сейчас, который подрастающее поколение, у нас есть несколько ребят, которые играют и тренируются в «Динамо», в «Академии». Это же уже, это имеется в виду развитие нашего поколения, наших детей, это вообще мы все делаем для чего, чтобы здоровый образ, чтобы наши дети не гуляли, не шлялись где-то, да, чтобы занимались спортом, да, кроме футбола, еще другие виды спорта, но это массовый вид спорта, здесь много людей может принять, а другие виды спорта, немногие могут, потому что спортзал маленький, да, вот не помещаются. Для «Юлдуза», к примеру, давайте, да, не будем говорить о других, для «Юлдуза» уже в приоритете будут эти турниры, правильно я понимаю? Где будут высокие призовые? Да, почему, где деньги, опять-таки, да, это можно заработать, это жизнь, да, я не буду обманывать, да, те расходы, если выигрывать, но у нас, конечно, есть такие условия, вот некоторые сейчас проводят турниры, там взнос, туда-сюда, мы, где взнос, допустим, если с этих денег будут проводить, конечно, естественно, команда ехать не будет, это уже нельзя. Махач, что, 30 сентября вы едете в Сочи, да, играть на турнире, на очень серьезном турнире, там будут классные команды. С какой целью на этот турнир едет? Махач Нургамзаев, что ты хочешь получить, что ты хочешь отдать на этом турнире? «Иметь такой состав на сегодняшний день, такой, как у Йолдуза, ну, это, брат, ну, честно, я, если буду, я даюсь на сцену, это будет неправда, если буду, как бы говорить, у нас очень сильный состав, и который я только вижу в чемпионах, и все». «Он стал, этот состав стал сильнее за счет футболиста, который прошел из Хаса?» «Я думаю, да, то есть результат уже от Аллаха будет, да, но мы туда едем только побеждать, но я лично иду только побеждать». «Махач, в Сочи будут призовые, да, 300 тысяч рублей, для тебя это хорошие деньги?» «Для меня всегда, даже хоть 50 тысяч будет, это для меня очень большие деньги, почему? Я никогда не получал деньги, если получали махачкалинские ребята, да, вот, не считаю, всех этих наших баса-маса, они мы привыкли получать деньги, да, но я, наверное, первый раз буду получать копейку, сейчас вот, ну, в такой команде имеется, иду. «Я все же играл бесплатно, ну, играю в последний день тоже бесплатно, только на мини-поле я получаю, в войнах лиги, можно сказать». «Сколько тебе платил тут, если не секрет? Вот, скажи, минимально, больше трех тысяч человек?» «Нет, конечно, у нас такого нету, люди». «Меньше трех тысяч?» «Нет, три тысячи есть». «Три тысячи есть». «И если бы этих призовых не было, как, к примеру, их не бывает, ну, на различных турнирах других, есть для тебя, как для ИРГ, разница? И для команды разница есть в этом?» «Я думаю, для нас нету вообще, мы, если честно, мы вообще не смотрим на эти призовые, конечно, это приятный, как бы, знаешь…» «Бонус?» «Да, бонус какой-то приятный, но я уверен, если мы этот кубок выиграем, что у нас, вон, Амирхан, есть президент команды, да, и другие спонсоры, Джамал, я думаю, что они и бежат у нас, и поощрят, я думаю, у меня в этом сомнений вообще никогда нет». «Едут тагистанские команды, да, очень сильные Сирона, Сана, Умуд, плюс будут и другие команды, вот я был в Кабаридной Балкарии, Алтуд, там есть такая команда, наверное, ты тоже слышал, да, они усиливно настраиваются на Илдузе, они проигрывали Илдузе на Кубке Юга, они жаждут мести». «Какую команду опасается, может быть, Илдузе или же не опасается, а даже расценивает в качестве главного фаворита этого турнира?» «Мы можем только проиграть самим себе, тем более сейчас, когда мы все усилились, да, вообще у нас идеальный состав тут, альхамдуллах, и просто надо его обкатать, разыграть». «Единственное, наверное, знаешь, в какой момент мы просто хотим сами себе доказать, это Аполлония, да, Аполлония такая команда, которая, наверное, из 50-ти минут мы сургосем владеем, и просто два момента, этот же Кубок Юга они нам показали, просто два момента, когда они бах-бах, гол». «Аполлония вас случайно обыграла?» «Знаешь как, у меня футбольное везение какое-то, но в любом случае это служено, как-то сейчас говорит, везения нет, в любом случае мы как-то проиграли, но я думаю…» «В Сочи вы их не оставите?» «Иншала, если мы попадем, я думаю, мы им покажем и докажем сами себе в первую очередь, то есть то, что мы можем, что эту команду мы сможем обыграть». «Если бы тебе предложили 10 плюс 10 махачкалинская команда, ты бы все равно выбрал Юлзу и его 3000?» «Вот на сегодняшний день?» «Да». «Почему? Потому что бабки есть у тебя и так без этого, да?» «Просто, блин, у меня первое чувство отношения…» «Или ехать в Махачкалу далеко, ты же в Махачкале поможешь?» «Я вот даже им говорил, что это мне выгодно выбирать команду, потому что я в Махачкале, я могу в любую команду пойти, но просто я здесь ощущаю, для меня главный фактор, что здесь все хасовские ребята, и с кем я вырос, можно сказать, я с кем вырос, и с тем я хочу играть, и все». «А почему-то эти хасовские ребята с собой не потянули какую-нибудь команду и играли в таком же комфорте с ними за большие деньги?» «Мне уже… здесь уже договоренность была, здесь уже договоренность, и они бы обратили, да, я думаю, перешли бы, хоть бы какие деньги не передали, ты не предложишь». «Не устанет ли Юдуз до Сочи, перед Сочи?» «Я думаю, конечно, мы устанем, в любом случае мы устанем, и…» «Я просто слышал отмазки еще, если вы проиграете там, Сочи?» «Нет, нет, тут отмазок нету, наоборот, это для нас еще один опыт будет, мы то едем, чтобы обкатать состав, мы едем, чтобы обкатать состав, у нас, в первую очередь, лично у меня стоит, попасть в Суперлигу, отбор пойти, и потом уже на Россию отбор». «Как ты думаешь, кого из команды Юдуз могут на этом турнире приметить, и вообще веришь ли ты, что вот после данного турнира, к примеру, да, к тому же, сам Абакарок, Махачу Нургамзаеву могут подойти, агенты, да, представители команды, да, в клубу Сочи, и скажут, Махач, ты нам понравился, давай, как нам в Сочи, и если такое случится, что ответит Махач Нургамзаеву?» «В первую очередь, я думаю, что мне это вообще не скажут, я думаю, что мне это не скажут, это я уверен». «Почему ты слабо играешь?» «Нет, конечно, я уверен в своих силах». «А почему ты о тебе не скажешь?» «Ну, блин…» «Старый тебе?» «Да не старый, ну, если быть реалистом, то ко мне не подойдут». «Если мне сказали бы, да, ну, кому смогли бы подойти на сегодняшний день с нашей командой, я бы, наверное, смело сказать, это Муртуз Абакарова». «Для меня просто этот человек, он психологически готовый ко всему, он и играл в высшей лиге, он играл и с высшей, с игроками с высшей лиги». «Ну, если подойду к Муртузу Махач, вот и Муртуз подойдет, тебе скажет, Махач, мне вот так вот предложили, что ты ему посоветуешь?» «Конечно, я и сейчас могу, иди, даже сейчас я могу, хотя бы в «Легион» иди, или это же, просто куда хочешь, где я могу. У него есть связи, если он захочет, просто у него, походу, самого желания нет, если у него было бы желание, у него есть возможность на сегодняшний день пойти в любую команду. У него есть такие возможности, связи есть, у него такие, при желании». «То есть в такие команды можно только по связям попасть, Махач, а просто если человек хорошо играет в футбол?» «Ну, на сегодня это не хватает, брат». «Только связи нужны?» «Связи тоже нужны, брат». «И бабки еще». «Все-таки, Махач, если вдруг тебе подойдут, ты откажешься?» «Нет, конечно, я выйду, то я и буду играть, но я знаю, если я туда...» «Но не за три рубля уже, да?» «Ну да, там уже пускай триста уже дают, хотя бы минимум». «Они меня постоянно хаят». «Иди, позови тех, кто их сюда». «Ты покажешь класс сейчас?» «Итак, друзья, челлендж наш, продолжаем, конечно же, и здесь в Баба-Юрте, угол поля, Махач, он Гамзаев». «Махач, туда, туда, еще дальше, прямо на линию, на стык, вот-вот». «Должен будет сейчас закрутить мяч, забить гол, так, чтобы мяч не коснулся газона, то есть слет». «Три попытки Махача Нургамзаева, смотрим, сможет ли он или нет». «Давай, Махач, первая попытка». «Не касаясь газона, слет». «А, Махач, не бойся, давай». «Это явно не получается, у них». «И сам пока ты оправдываешь, брат». «Один ноль пока». «Мяч дайте ему кто-нибудь». «Настройся, Махач». «Настройся, Махач». «Сейчас, кажется, Марат пожалеет, что он в команду взял». «Он хорош, Махач, со второй попытки». «А, Макаров, что ты скажешь?» «Не, пусть сам сейчас, он не попадет. «Одного раза?» «А это челлендж я передаю всем, всем. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда». «Лучший технер Хаса Юрта, один лучший». «Один лучших технерей Хаса Юрта». «Если не попадаешь, ты сам покупаешь рову, Маха». «Я сам в Сочи покажу». «Если не попадаешь, рову покупаешь». «Я наш тренер, Устав. Вот наш тренер. «Тренировка закончилась, только приходит». «Начальство, не опаздуй». «Устав, он там знал, что приходит». «Мара!» «Все, что надо, я Марату сказал, сделаю». «Мара! «Тренировка закончилась, тренер приходит». «Мара!» «Это знаешь, почему так говорит меня?» «Я единственный человек, который его на замену посадил». «Понял, да?» «Да, вот. «Ты гнид будешь на банке». «Гнид будешь, ты понял, да?» «Сейчас уже не через Марата, а через меня». «Я посмотрю, кто будет гнид». «Так, Шлам, а тут можете Ислама Бакарова не бояться, он не будет играть, он будет гнид на банке». «Я говорю, на тренер, надо, чтоб камера поняла. «Он, из рук нас, Аллаха моего давно не видит». «Он, а я, ты, живот, прикинь, устав. «Я чаще него здесь бываю». «Е, ты его на тренировках, как говоришь, редко видел». «На освещение денег уже не будем собрать. «Лучше на камеру соберем». «Так лучше, больше, наоборот, соберем». «Лучше на камеру вы можете под суп просто платить, он будет приезжать здесь». «В прошлом сезоне было время, когда он на поле был, то все равно его не видят». «Такое тоже бывало». «Потом, ну, я говорю, дай губе. «Я выйду губе, я тебе зайду губе». «Ну, блин, ты, горяч. «Если ты выйдешь, губе, чайка на банке». «Я за собой, в комнате, ваше надо же губе». «Не губе, здесь, не губе, здесь, не губе, здесь, да». «Ишли, еще, да, сюда, по секунду». «Ну, поезд садимся по вторичке, короче, школьники едут». «Он одного поймал там, его, когда на поезд садились, Илья звали». «Когда его с поезда выходили, Илья звали». «Три часа с ним ехал. В духовке готовится. Всю дорогу хавали здесь, там, поезд или здесь. Просто она была в доме. «Ты в Сочи на поезде поедешь?» «Нет, на самолете. «Там утку не покушаешь?» «Утку?» «Ардеса, можете принести?» «Кто живет в Адону, под подушек». «То, что он делает через меня. Парад, парад, а так это кто?» «Ансо же я, ты нашел вебинар, что я говорю». «Ансо же я, ты нашел вебинар, что я говорю». «Ансо неинтересно, в России». «Вот это атмосфера, которая, в комнате собираешься и начнешь, это со спешкой». «А так во многих же этих, да, в наших командах есть, проделывают Александр Руджак, когда уже кепку снимают. «Да, ты нашел вебинар, я не нашел вебинар». «Да, ты нашел вебинар». «Ак я, как сказал, у людей, мы сочи не спасли». «На глазах людей, мы сочи не спасли». «Ансо же я». «Пока тебя очень достойно берем». «Ансо же я думаю». «Ансо же я говорю». «Ансо же я говорю». «Сколько команде, весту на замене стоял он там, отманывался». «Эти бы дай, расскажи, Эти бы дай. Самое интересное, знаешь, что он ко мне сам подходит. Сам боится тебя посадить, понял? Ну что, друзья, вот и отсняли мы наш очередной репортаж про замечательную команду «Юлдуз» из Баба-Юрта, Баба-Юртского района Дагестана. Желаем команде удачи с 30 сентября по 5 октября в Сочи. И дальше, конечно же, будем снимать наши замечательные репортажи, поэтому не пропускайте, следите за нами, дальше будет еще интереснее. Ну и на этом все, мы возвращаемся домой. Не, не, Марата, садо неудобно. Полный бак, и с собой еще полный бак сделай. Ты смотри, брат, а здесь тут, а здесь тут. Такие ребята у нас гостеприимные. Мензин, газ, душа, что такое, короче. К примеру, берите остальные города. Да, 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 да. Гвоздь в Тижане, надо ехать, если честно, как следует. Конечно, потому что не приедет. Как снял еду, да? Очень вкусно, очень вкусно. Кафе, овал, доставка, все дела, очень вкусно. Пицца, роллы. Качество газа тоже проверим по дороге. Если будет, за 200 стоил, то уходим. Самый бомбовый заправщик, Марат Эсено. Мы за качество. Бомбовая заправка, АЗС Люкс, Баркал нашим братьям. Как зовут у руководства владельца? Джамал. Джамал, полный газ, полный бак газа, полный бак бензина. Поэтому всем наш совет заправляться АЗС Люкс. Здесь вот в Баба-Юрте прямо на трассе эта заправка есть. И помогает, помимо того, и команде Юлдус тоже. Да, да, да. Вы тут проезжаете, заезжаете. Кофейня, заправка. Я сейчас очень многие скидываю мне фотки, которые есть. Ребята играют в Волфейле. Очень многие, да. И за поддержку футбола, короче, Баба-Юрте пишут. И вот так. Это очень приятно, честно сказать. И нам очень приятно, друзья, что вот такие гостеприимные наши братья здесь в Баба-Юрте. Шикарный просто прием. Ляр, тебе понравилось? Ты наелся? Мы сытые, машина сытая. И выезжаем обратно уже домой.